Дили-Дили-Бур, закрой глаза скорее, Кто-то ходит за мной и стучится к ней. Дили-Дили-Бур, кричит ночная птица, Уже пробрался в дом, к тем, кому не спит. Осень 2000 года. Украина, село Драгово. Сельский лесничий возвращается домой. Подобрав на дороге раненую собаку, Иван даже не подозревает, что произойдет на утро. Когда утром он открыл дверь собственного сарая, в котором оставил раненого зверя, Иван застыл от ужаса. На месте искалеченной собаки лежал сосед, и из его груди сочилась кровь. После этого невероятного перевоплощения жители села Драгово стали настороженно относиться друг к другу. Они боятся, что среди них живет человек-оборотень. Страшные истории об оборотнях и вампирах рассказывают и в Донецкой области. Максим Каратун, житель села Степановка, после встречи с Упырем, теперь никогда не расстается с нательным крестиком. И местное кладбище обходит стороной. Я сам отлил себе пули серебряные, они у меня дома хранятся. На случай, если зверь нападет. То есть непонятно, все село, удит. Непонятно, что тогда произошло. В Одессе тоже забили тревогу. Подозрительная женщина избегает дневного света. Детей она собирала на пригородных вокзалах. Что происходило с ними после знакомства с доброй тетей, до недавнего времени не знал никто. В девяти случаях из десяти рассказы о уборотнях и вампирах, выдумка и мистификация. Как и эта оптическая иллюзия. Но примерно каждый десятый случай не подается никакому объяснению, почему все чаще рождаются дети в волчьей шкуре, откуда у человека неистовая жажда крови. И что об этом думают ученые? Рассказы о вампирах будоражили человечество на протяжении многих веков. Упоминание о них появилось задолго до начала нашей эры. Если верить мифам, первым упырем стал Каин. За убийство родного брата он был проклят и вынужден вечно скитаться по земле, боясь солнечного света и мучаясь жаждой. Легенды о кровожадных вампирах существуют в культуре всех народов мира. В Индии вампирами назывались демоны Ракшаса, живущие на кладбищах и пьющие кровь по ночам. В Китае кровопийцами считались лисыцы-оборотни, которые в обличии молодых девушек проникали в дома и высасывали кровь у детей. Португальцы изображали вампира в виде женщины с птичей головой. Греки — человека с ослиными ногами. В славянских легендах упоминались вампиры-мертвецы, которые ночами встают из своих могил и отправляются на поиски новых жертв. Самым известным вампиром был румынский граф Влад Цепеш по прозвищу Дракула. Он прославился тем, что вспарывал подданным животы, сдирал кожу и с жадностью выпивал их кровь. Согласно преданиям, граф до конца своих дней сохранял молодость и свежесть. В 44 года Дракула был убит. Но в 1931 году, когда могильный склеп Цепеша случайно вскрыли, он оказался пуст. В нем обнаружили лишь золотую корону, медальон и остатки красного шелка. Румыны до сих пор верят, что по ночам Дракула скитается по Трансильвании. Местные жители, в отличие от туристов, обходят его замок стороной. Несмотря на расстояние и различия культурных традиций, портрет вампира у всех народов выглядит на удивление одинаковым. Это бессмертное существо, которое питается кровью. Обладает хорошей интуицией и гипнотическими способностями. Может управлять природными процессами, вызывать ливень, дождь или туман. Знает секреты вечной молодости. Не отражается в зеркале и не может прикасаться к священным предметам. Не переносит запах чеснока и вид соли. Неужели все это лишь плод чьей-то фантазии? Если смотреть с точки зрения науки, вампиризм – это миф. Миф, придуманный людьми ввиду отсутствия медицинской образованности и знаний о том, что есть генетически обусловленные болезни. Раньше целыми населениями пытались истребить так называемых вампиров. Но это были обыкновенные люди, которые имели генетическую патологию и страдали, мучились от жутких болей, от проявлений страшных, связанных с светобоязнью, изменением костной, хрящевой тканью. И учитывая то, что уровень осознанности людей в то время отсутствовал, они подвергались массовым сжиганиям, уничтожениям, гонениям. Есть сведения о том, исторические, что целые захоронения находили в различных регионах древних поселений с колами в груди. 2009 год. При раскопках общей могилы в Венеции археологи обнаружили скелет женщины с кирпичом во рту. 1994 год. В Чехии были найдены 30 мужских трупов с осиновыми колами в сердцах и отрубленными головами. Эксперты пришли к выводу, что еще 100 лет назад наши предки боялись вампиров как огня. Поэтому всячески пытались защититься от них. Но чем вызвана подобная истерия людей? Массовыми галлюцинациями? Или же вампиры и правда существуют? Удастся ли ученым разрешить загадку кровососущих оборотней? Где прячутся вампиры? Чего они боятся? И зачем пришли на нашу землю? После встречи с вампиром житель села Степановка Максим Каратун никогда не расстается с нательным крестиком. То, что произошло с ним два года назад, недалеко от собственного дома, до сих пор пересказывают односельчане. Местное кладбище с тех пор Максим обходит стороной. В следующем месяце жертвами кладбищенского вампира стали еще две женщины. К невероятному рассказу фермера они добавили еще одну шокирующую деталь. Нападавший был как две капли воды, похож на их покойного соседа, который недавно покончил жизнь самоубийством. А недели через две, что вы думаете, кто мимо кладбища, особенно вечером, не проходит? Колька наш ходит, как живой. Я видела лично. С женщинами говорила, и они видели один в один Колька. Страх, конечно, ужасно. Пошли мы в церковь и попросили батюшку, что нам делать. Батюшка говорит, давайте пойду с вами на могилку. Повели мы его. Он ее осветил. И с того момента все прикрутилось. Прошелся слух, что кого-то не захоронили правильно, не предали земле, не провели обряд, не попрощались с человеком, не оплакали его. Мог получаться эффект, да, вот тот же самобичевание. То есть люди начинали бессознательно, ну, как бы каждый отдельно, но думать об одном и том же. Его не похоронили. Значит, он придет. Значит, он придет. Значит, нужно что-то делать. Общее для этих людей – это вот этот страх или чувство вины перед тем, кого не похоронили. Что же произошло в селе Степановка на самом деле? Массовое покаяние? Умопомешательство? Тогда почему все жертвы, не сговариваясь, описывают вампира одинаково? На этот вопрос не могут ответить даже самые завзятые скептики. Галлюцинацией это назвать нельзя. Значит, это было. Другой вопрос – что это было? Как ни странно, в этом же поселке был зафиксирован еще один неимоверный случай. Произошло это в 1725 году, когда умер обычный земледелец Петр Благовещев. Через два месяца после того, как его похоронили, от неизвестной болезни умерло еще девять его односельчан. И каждый из них утверждал, что накануне ночью к ним приходил Петр, который высасывал из них кровь. Тогда жители села Степановка решили провести собственное расследование. И в качестве экспертов пригласили врача и военного. Когда они открыли крышку гроба, они увидели, что тело Петра Благовещева совсем не разложилось. Вскрыв гроб Петра Благовещева, через год после его смерти было обнаружено, что тело покойника совсем не подверглось разложению. У мертвеца отросли ногти и волосы, кожа выглядела свежей, а во рту виднелись следы крови. Местные жители потребовали, чтобы сердце трупа проткнули осиновым колом, что и было сделано. Причем в момент удара хлынул фонтан крови. История, которая произошла в небольшом украинском селе Степановка, тогда взбудоражила не только местных жителей, но и мировую общественность. Европу охватила массовая истерия. Едва ли не в каждой деревушке крестьяне выкапывали все подозрительные трупы и прокалывали их осиновыми колами. Эпидемия вампиризма стала настолько серьезной, что власти большинства стран мира поручили медикам провести расследование загадочных случаев и научно подтвердить или опровергнуть существование вампиров. Вскоре медики нашли необычному явлению научное объяснение. Специалисты пришли к выводу, что в гробу зачастую оказывались живые люди, страдающие особым неврологическим заболеванием, каталепсией. Эскулапы заметили, что во время обострения болезни тело полностью парализует. Человек может видеть и слышать, но не способен шевелиться. Выявлять этот недуг врачи эпохи Возрождения просто не умели, поэтому таких людей хоронили заживо. После похорон больные приходили в себя и пытались выбраться из гроба. Именно это, по мнению ученых, и породило множество мифов о воскресших мертвецах. Начнем с того, что такое каталитический синдром. Каталитический синдром – это психиатрические расстройства, которые имеют свое максимальное проявление в виде судорог. В этом состоянии человек может замереть в так называемой восковой позе, фигуре. Он инертен, он не слышит окружающий мир. Он может реагировать только на шепот. Это группа психиатрических расстройств. Она чаще встречается у людей, которые отдались гипнозу или перенесли тяжелейший стресс. Эти люди не реагируют на холодовые факторы, они не реагируют, не идут на контакт. Находясь в постели, они могут не чувствовать мокрая постель, влажная. Они находятся в одной скованной позе, и в таком состоянии они могут пребывать от нескольких минут до нескольких часов. Если они не выходят из состояния, они погибают, потому что в напряжении мышцы долго находиться не могут. Как выглядят современные кровопийцы? Почему охотятся за человеческой кровью? И правда ли, что они бессмертны? Загадочную историю своей болезни 50-летний профессор математики Николай Анисимов согласился рассказать впервые, при условии, если не будет показано его лицо. Все началось с того, что однажды я почувствовал сильную какую-то боль, и эта боль начала меня давить настолько, что я начал искать выход. Совершенно внезапно у него появились необычные симптомы, похожие на те, которые описывают в фильмах про вампиров. Руки Николая покрылись ярко-красными пятнами. Это был ужас. На руках, на ногах начались какие-то пятна, какие-то ужасные вещи, какой-то запах дикий. Мужчина перестал спать по ночам. Все окна в доме закрыл темными покрывалами. Дневной свет вызывал у него острую боль, а иконы Божьей Матери – необъяснимый приступ астмы. Вскоре у Николая возникла неистовая жажда крови. У меня начались такие тяжелые вещи, как желание пить кровь. Сначала я мучился. Я решил пойти на базар и купить свиной крови. И начал потихоньку, потихоньку, каждое утро принимать по 20 грамм, по 30, в конце концов до 50 дошел. Мне становилось легче. Некоторые ученые предполагают, что вампиры на самом деле жертвы неизлечимого генетического заболевания – порфирии. Сегодня этим недугом страдает один человек из тысячи. В группе риска может оказаться каждый. В организме больного порфирии не вырабатываются красные кровяные тельца – порфирины. Появляется недостаток кислорода и железа в крови. Начинается аллергия на солнце. Тело покрывается пятнами и волдырями. В древние времена, учитывая то, что традиционных подходов в лечении порфирии не было, встречались запущенные случаи проявления клинической картины порфирии, когда у пациентов, страдающих порфирией, были жуткие проявления, связанные с разрушением костной и хрящевой ткани. Менялась форма кончиков пальцев, ушей, ногтей. И они отпугивающе действовали на окружающее население. На этих фотографиях больные порфирии. Внешне они действительно похожи на вампиров, пресловутых героев из фильма ужасов. Художник Винсент Ван Гог страдал перемежающей порфирией. И его маниакально-депрессивные проявления, вот нам известно, там, откусил ухо, это как раз были проявления, связанные с нервными расстройствами, которые дает клиническая картина порфирии. Известны случаи также проявления порфирии у Людовика III, короля Англии. Клиническая картина у него сопровождалась жуткими болями в животе перемежающего характера, светочувствительностью повышенной. А светочувствительность обусловлена накоплением в коже продуктов порфирина, которые окисляются и потом, при воздействии солнечного излучения и молекул кислорода, образовывают молекулу специфическую кислороду, которая разрушает кожу. И вызывает жуткие боли у пациентов. Говорят, что именно этой болезнью страдала жена бывшего канцлера Германии Ханеллеры Коль. Ее жизнь была окутана сплошной тайной, впрочем, как и ее смерть. Но некоторая информация все же просочилась в прессу. Журналисты случайно узнали, что окна в доме семейства Коль постоянно завешены. Ханеллеры появляются на улице только по ночам. Ходили слухи, что жена бывшего канцлера отказывается пить кровь. Потому болезнь прогрессирует. 5 июля 2001 года первая леди принимает смертельную дозу морфина. Даже сегодня, 12 лет спустя, врачи отказываются называть истинную причину смерти. Что они скрывают? Неизвестно. Многие африканские племена, а также поморы, пили кровь для укрепления здоровья. Ванны из крови молодых быков принимали многие римские императоры, включая Нерона. Подобными рецептами пользовалась и внебрачная дочь папы римского шестого Лукреция Борджия. Историки утверждают, что она пережила трех мужей и до конца своих дней оставалась свежа, как невеста. Румынская графиня Элизабет Батори принимала ванны из крови невинно убитых девственниц и тоже удивительным образом сохранила молодость. А что, если тайна бессмертия вампиров зашифрована в крови человека? Эзотерики уверены, в крови живет душа человека. В ней хранится своеобразная база данных личностей. Вместе с чужой кровью вампир забирает частичку души. Таким образом, обретает могущество и молодость. Недаром многочисленные каннибальские племена, победив в битвах своих врагов, выпивали их кровь и съедали органы. Считалось, что так. Они получают лучшие качества своих жертв. Их силу, храбрость, быстроту и ум. Когда воины завоевывали, шли войны, шли разные межусобицы, проливалась кровь. И на человеке оказывалась кровь убиенного, ее моментально пытались смыть. Из-за чего? Из-за того, что считалось, душа человека, убитого, не покинет место убийства, свое тело, до тех пор, пока не смоется кровь с человека, который убил его. Москва, 1917 год. Известный генетик Александр Малиновский собирается перелить кровь одного человека другому. Цель эксперимента – выявить таинственные свойства крови и увидеть, что изменится в организме после переливания. Малиновский приглашает ассистента и сам становится участником опасного исследования. Генетику вливают кровь спортсмена. Результаты эксперимента ошеломляющие. Уже через месяц щуплый и худощавый Малиновский превращается в хорошо сложенного атлета. Александр Малиновский, которому было сделано 4 подобных переливания, дожил до 90 лет. В своих докладах по геронтологии ученый писал, что в детстве он не отличался хорошим здоровьем. Однако после первого переливания, и особенно после второго, его работоспособность повысилась. А что, если бессмертие вампиров? Совсем не выдумки писателей-фантастов. Недавно поразительные открытия сделали американские ученые. Специалисты Стэнфордского университета пришли к выводу. Тот, кто обновляет свой организм за счет чужой крови, может прожить до 100 лет. Хотя многие светилу науки относятся к подобным заявлениям скептически. Тот человек, которому перелили кровь, у него где-то на подсознании он может узнать что-то потайное о доноре. Например, когда у него где-то в детстве какие-то травмы были, он может эти травмы ощутить на себе. Арина потомственная ведьма. Занимается магией и колдовством. Вампиром себя не считает, но каждую неделю с жадностью выпивает специфический коктейль, приготовленный из крови животных. Так, колдунья уверяет, этот кровавый напиток увеличивает ее могущество. Это как тяга идет, как желание идет. От этого не избавиться. Я чувствую, что, скажем, придается какая-то сила. Я больше могу открыться, когда приходит человек ко мне, с какой-то просьбой о помощи, либо еще что-то. Я могу намного больше рассказать о нем. Я намного больше могу видеть его прошлое. Но, по мнению эзотериков, кровь обладает чудодейственными свойствами. Ее волшебную силу шаманы заметили еще в древние времена. Считалось, что хотя бы капля крови, попавшая в руки колдуна, придавала ему полную власть над другим человеком. На крови делали любовные привороты, наводили порчу, братались. С ее помощью освещали амулеты и магические инструменты. И даже пытались воскресить мертвеца. В чем секрет могущества вампиров? Почему в Одессе исчезают дети? И как воздействуют древние ритуалы на судьбу человека? На этих кадрах вампиры проводят старинный обряд инициации, то есть посвящения. Уникальное видео нам предоставил Николай Анисимов. Именно его тогда принимали в тайные общества настоящих кровопийц. В тесной квартире собрались избранные. Это люди разного возраста, одетые во все черное. Атмосфера в комнате напряженная. Повсюду горят свечи. Посередине стоит гроб. В гробу молодой парень. Сегодня он первым проходит обряд инициации. После некоторых манипуляций, которые проводит глава сообщества, он станет настоящим вампиром. Гроб – это атрибут смерти. Вампир идет нога об ногу со смертью всегда. Оказывается, чтобы стать настоящим кровопийцем, нужно пройти несколько жестоких и мучительных испытаний. Вампиры говорят, жизнь – это страдание. Поэтому новичку причиняют боль и делают надрез на груди в виде старинной пентаграммы. В древности подобные проколы осуществляли кинжалом. Сейчас же используют ритуальный нож. Вырезать ножом пентаграмму, либо нацарапать, чтобы пошла кровь. Тем самым они подтверждают то, что вампир – это слуга сатаны, слуга дьявола. Кульминацией вечера становится крещение. Это самая важная часть инициации. Кровь, которая сочится из раны молодого вампира, смешивается с специальной жидкостью. Каждый вампир выпивает по глотку. Ритуал окончен. Теперь новичок – полноправный член тайного сообщества. Когда-то подобные ритуалы с кровью были обязательны для каждого человека. Многие обряды активно практикуются и сегодня. Например, в некоторых кавказских деревнях каждый месяц проводят таинственное омовение горячей кровью барана. Процедура проста. Абсолютно голые люди становятся в глубокую яму, а над их головами режут барана и громко выкрикивают суры из Корана. Люди верят, что обряд помогает очиститься от грехов и передает невероятных сил. Но неужели все эти обряды действительно как-то влияют на человека? Полночь. На деревенском кладбище недалеко от села Светильники Киевской области прямо среди могил группа молодых людей пытается привести в действие старинный обряд. Ритуал будет считаться завершенным после того, как на магический круг прольется остаток ритуальной крови. Ритуал проводится в честь королевы вампирш Лилит. По стечению обстоятельств в тот же вечер домой возвращался 13-летний школьник. Чтобы срезать путь, решил пройти через кладбище. Здесь он увидел тот самый магический круг, оставленный после ритуала. Любопытство победило страх. Андрей стал внимательно изучать непонятный рисунок. В полночь мальчик наконец добрался до дома. О своем маленьком приключении на кладбище быстро забыл. Но через неделю родители Андрея заметили, что их сын сильно изменился. У ребенка появились гипнотические способности. Вместо сладостей он стал требовать обычной человеческой крови. Он не мог есть обычную пищу, его организм не принимал это. Ему надо было обязательно кровь. По несколько литров родители в день на скотобойне покупали. Чеснок не переносил, лук не переносил, солнечный свет делал ожоги. Вскоре колдуны восстановили полную картину случившегося. Они догадались, что тогда на кладбище молодые люди попытались вызвать королеву вампиров Лилит. Очевидно, обряд проводили сами кровопийцы, но завершить его не успели. Поэтому дух всемогущей дьяволицы вселился в проходившего мимо школьника. Эти люди сделали некую оплошность. Они не завершили ритуал определенным заклинанием, который нейтрализует действие этого круга. Этот мальчик, который прошел этот круг случайно, он не осознавал. У него появилась жажда крови. Чудодейственная сила крови была признана всем человечеством. Еще Гомер, описывая шестое приключение Одиссея, упоминал, что умершему пророку Тересею вернули сознание и дар с помощью крови жертвенных животных. Скандинавские шаманы омывали больного кровью убитого зверя. Эту же кровь добавляли в снадобье, предполагая, что она вернет пациенту силы. Но для чего используется кровь сегодня? Может ли эта красная жидкость поставить больного на ноги? Осень, 2006 год, Одесса. Каждый вечер сотрудники вокзала наблюдают одну и ту же картину. Молодая дама с бледным лицом в черной одежде бродит по станции и общается с маленькими беспризорниками. После ее появления бродяги бесследно исчезают. Детей, которые не имеют постоянного места жительства, звала к себе домой. Предлагала им еду, ночлег. И взамен, естественно, она требовала проведения религиозных обрядов с их участием. 35-летней Дианы Семенюх оперативники обнаружили книги по черной магии, ритуальные ножи и несколько маленьких беспризорников. Те рассказали, женщина резала им руки, забирала кровь, выпивала ее, а затем проводила магические обряды. Дети были согласны, потому что она их кормила, поила спиртными напитками. Женщина утверждает, что после этих кровавых пиршеств открылся дар ясновидения. Диана с головой погрузилась в черную магию. Большинство специалистов отказываются верить в существование вампиров. Но тогда почему оперативники, работавшие по делу Дианы, в один голос утверждают, что после встречи с этой женщиной у них начались сильные головные боли? Могут ли кровопийцы обладать сверхспособностями и воздействовать на человека на расстоянии? Житель Донецка Александр Кочетков даже не подозревал, что его девушка, коварная вампирша и любовный роман с ней, закончатся трагедией. Все началось, когда Александр решил с любимой расстаться. Экспасси умоляла о последнем прощальном свидании. Отказать ей Александр не смог. А наутро после встречи Саша обнаружил на руке странные следы от порезов. Просыпаюсь и на руке обнаруживаю какое-то... Ну, в общем, у меня рука была запухшая такая вот. Но я даже у нее ничего не спросил. Думаю, мало ли, может, вечером мы пили шампанское. Думаю, может, когда бутылку открывал, поранился или еще где-то сыпел. Ну, в общем, я этому значение не придал. Вскоре Александр серьезно заболел. Его мучили боли во всем теле. Медики провели тщательные исследования, но установить причину недуга не смогли. Молодой, здоровый парень таял на глазах. Тогда-то Александр и вспомнил о своих порезах на руках. У меня просто ехала крыша. То есть я уже замечал такое, что у меня какие-то галлюцинации. И я обратился к одному знающему человеку. Молодой человек, она вас порча. Ну, я сразу понял, кто это. Я долго не мог поверить, потому что, ну, Аня была таким, довольно-таки светлым человеком. Я никогда ничего, ну, я не думал, что она может это сделать. Александр решил расставить все точки над «и» и отправился на квартиру к возлюбленной. То, что он там увидел, повергло парня в шок. Квартира девушки была занавешана черными покрывалами. Повсюду на стенах висели пентаграммы и странные символы. А на столе, прямо в центре комнаты, лежало фото с его изображением. На нем виднелись засохшие следы крови. Колдуны уверяют. Девушка с помощью крови навела на парня серьезнейшую порчу. Черный маг Александр согласился показать этот страшный ритуал. В чаши вино. Я каплю 13 капель крови в чашу. Вино – это определенное таинство в ритуале. Нужно испить глоток для того, чтобы пошло воздействие. Теперь этим человеком можно манипулировать и контролировать его на расстоянии. И высасывать у него жизненную силу. О, бородни! Кто они? Ошибка природы или результат секретных исследований? Почему в мире все чаще рождаются люди в волчьей шкуре? И какую тайну хранит одесское поместье волчье логово? Гадалка Ярослава Федорова потеряла любимого человека. Недавно он бесследно исчез. Вместе со своим парнем колдунья прожила два счастливых года. И все это время она знала его страшную тайну. Молодой человек был оборотнем. Ему всегда было плохо на все церковные праздники. У него совершенно была такая, ну скажем, специфическая внешность. Но он был похож на волка. Потом он просил меня, говорит, я тебя прошу, отвези меня в лес, через два дня заберешь. Что тебе с собой надо? Говорит, ничего не надо вообще. То есть я его возила, там, бог его знает, куда за Киев, километров там 90, например, да? Оставляла в лесу зимой, например. Через двое суток прихожу, тут приезжаю, через двое суток на условленное место, без телефона. Стоит. Домой парень Ярославы всегда возвращался словно с поля кровавой битвы. И с царапанным, и пораненным. Следующие несколько дней после своего возвращения Дмитрий приходил в себя. Человек с поломанными ребрами, ну то есть такой, очень все быстро заживало. Животное, просто реально животное. Однажды Дмитрий ушел в лес и больше не вернулся. Ярослава приезжала на условленное место почти каждый день. Любимый, словно сквозь землю провалился. Тогда Ярослава обратилась за помощью к духам. И те поведали ей страшную правду. Дмитрий убит. Он был случайно застрелен местными охотниками. Конечно, в современном мире, я думаю, оборотни существуют. Естественно, они это не показывают всем направо и налево. Это просто какие-то древние рода, которые владеют такими знаниями определенными. В Украине, если верить легендам, подобным искусством обладали некоторые казаки. По преданиям запорожцы, в борьбе с врагами использовали любое оружие. В том числе и свои тайные знания, которыми владели лишь избранные. Их называли характерниками. Они могли раны заговаривать, мертвецов на ноги ставить и оборачиваться в животных. Они часто превращались в животных, чтобы незаметно проникнуть во вражеский лагерь и выведать все тайны. Также оборотничество было единственным способом вернуть к жизни умирающего товарища. Считалось, это можно сделать только в подобии волка. Они могли стать определенным кругом и навести морок, то есть так называемый массовый гипноз. На врага, что они проходили и думали, что это роща. А потом могли ударить их с тыла. Ну то есть они могли делать очень многие вещи. По сути, это те вещи, которыми владели волк Хрун. Восточные ученые давно заметили, что у человека есть два тела. Одно физическое, другое астральное, невидимое. Считается, что астральное может сознательно покидать оболочку и путешествовать по иным мирам. Когда душа выходит из тела, она может превращаться в кого угодно. Чаще всего превращаются в волков. Большинство людей, когда просыпаются, этого не помнят. Но те люди, которые это помнят, они в принципе могут описать, рассказать, что с ними происходит в другом мире. У древних кельтов была легенда, в которой рассказывалось, как Мок Руид обращался в птицу и летал над вражеской армией, высматривая уязвимые места противника. Это и есть прямое свидетельство астрального путешествия. Возможно, и казаки тоже умели выходить в астрал. Можно выйти в астрал и не вернуться. Поэтому нужно всегда, чтобы был мастер, наставник, который будет контролировать. Подобные путешествия может осуществить каждый. Существует множество различных техник, которые помогают выйти в астрал. Это может произойти и во сне, и под гипнозом, и при медитации. Это не выход из тела. Это работа, это подсознание. Все то, что накопилось в прошлых каких-то неприятных моментах или приятных моментах. Может быть, что-то из будущего, то, что будет. Потому что наше подсознание, оно знает все. Почему все чаще рождаются дети в волчьей шкуре? Кто они? Зачем пришли на нашу землю? И какую тайну хранит старинное одесское поместье? 1911 год. Село Васильевка Одесской области. В доме богатого купца Константина Панкеева беда. Его младший сын Сережа выобразил себя волком. По ночам он бегает на четвереньках, кусается и пьет кровь домашних животных. Вскоре приступ усиливается. Доходит до того, что маленький Сережа начинает изводить свою служанку дома. Девушка не может смириться с чудовищным перевоплощением и принимает смертельную дозу яда. Ну что такое вовк? Это одинаковый, это хижак, это сильный, это доминовающая личность, это понимающая личность. Ну, например, я объясню. Людина затюкана, забита с жизнью, чем угодно, подавлена, загноблена и так далее. Про что она мечтает? Про лево. Она мечтает про вовка. Достаточно каких-то особенностей сбою головного мозга, чтобы произошло это расщепление. Загадочная история оборотничества маленького Панкеева привлекает внимание Зигмунда Фрейда. Ведущий психоаналитик того времени переезжает из Вены в Одессу, чтобы исследовать болезнь человека-волка. Вскоре после знакомства с Панкеевом Фрейд напишет в своем дневнике. Это самое ценное среди всех моих открытий. Подобное выпадает человеку всего один раз в жизни. Людина-волк – классический вариант работы Зигмунда Фрейда. Про то, что людина в силу певної психической патологии, так называемых гестреорных или истеричных разладов, может расщеплять свою особу. Не сама по себе, а складные биохимические процессы головного мозга, но психический разлад в виде диссоциации, расщепления может привести до того, что людина может проживать, будучи в кількох особистях, в том числе в особистостях, в том числе в особистостях тварины. Любимому пациенту ведущий ученый посвящает книгу под названием «История одного детского невроза». В ней подробно описаны рассказы Панкеева. Незадолго до смерти отец психоанализа вынужден признаться, он не может вылечить одесского человека-волка. Это последняя запись в дневнике Фрейда, которая посвящена одесскому пациенту. Он стал раздражительным, нездержанным, обижался по всякому поводу, бесился и кричал от бессилия, кричал, словно дикарь. Самое печальное, что я так и не смог постичь его болезнь. Сейчас формируется ряд патологий, обусловленных воздействием в факторах экзогенных. Это окружающая среда, это экология. И формируются генные мутации, формируют группу наследственных патологий. Поэтому в семье у абсолютно здоровых родителей может родиться больной ребенок. Такое может быть. Это связано с генетическими аномалиями и мутациями. Под воздействием факторов окружающей среды. Ежегодно в мире рождается около 20 миллионов мутантов. Это дети с зайчей губой, волчьей пастью, рыбьей чешуей. Они появляются на свет от вполне здоровых родителей. Совсем недавно в одном из отдаленных районов Китая было поймано странное маленькое существо, покрытое шерстью ребенок с цепкими когтями, которого прозвали мальчик-панда. Родители оставили его в лесу намеренно. Малыш родился с серьезной аномалией. Все его тело покрыто густыми волосами. На этих кадрах сестры из Индии Савиту, Манишу и Савитра. Тела этих девочек тоже покрыты густыми черными волосами, от которых невозможно избавиться при помощи обычных средств гигиены. А это братья Калины из маленького английского городка Софокл. 13-летний Саймон и 11-летний Джордж страдают так называемым синдромом вампира. У них по два острых клыка, бледная кожа и темные круги под глазами. Они никогда не потеют и вынуждены избегать прямых солнечных лучей. Родители подростков – обычные люди, со стандартной внешностью. Медики утверждают, что таких детей-мутантов на Земле уже несколько тысяч. Ученые верят. Полулюди-полузвери созданы для будущей жизни. Благодаря своей звериной сущности они смогут пережить экологические катаклизмы и стать основоположниками новой расы на Земле. Одни считают, что появление вампиров и оборотней – кара небесная. Другие верят в то, что эти люди посланы с тайной миссией, которую нам еще предстоит разгадать. Тем временем антропологи уже нарисовали, как будет выглядеть человек через 200 лет. И он реально похож на зверя. Субтитры создавал DimaTorzok